Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Иларионов. Севастопольский поисково-спасательный отряд – объединение единомышленников, которое способно работать в течение всего года, в любое время суток, в любую погоду. Но для того, чтобы эта работа была эффективной, нужно много тренироваться. В очередной тренировке приняло участие и наша съемочная группа. Трехсотметровые прочные скалы притягивают внимание потенциальных восходителей в Крыму. Сложное и интересное лазание решает проблему выборов в пользу маршрутов на стене вершины Малой Кельсе-Бурун. А наличие карнизов – притягательная изюминка для мастеров скалолазания. Здесь, на сенах Малого Кельсе, севастопольским спасателям предстоит отрабатывать очередную задачу по оказанию помощи терпящим бедствия в горах. Для спасателей, помощь которых может понадобиться на сложном горном рельефе, важно иметь опыт преодоления любых стен, куда заведет восходители поиск приключений. Малый Кельсе-Бурун имеет и такую особенность, как карнизы. Сверху спуститься к пострадавшему проблематично. От вертикали спуска до стены 10-12 метров. Но севастопольцы разработали свою оригинальную тактику спасательных работ в условиях карнизов и успешно ее опробовали. Важную роль в этой тактике играют корректировщики, выводящие спасателей в нужную точку. Основная группа спасательного отряда сейчас поднялась на вершину. Моя основная задача скорректировать действия меня, корректировщика 1, с корректировщиком 2. То есть я его направляю как раз по вертикали над связкой, где будет делаться станция. Со станции будет спускаться сопровождающийся носилками для оказания помощи группе терпящих бедствия на маршруте. Тренировки спасательного отряда становятся системой, как это было раньше в Советском Союзе, когда спасатели тренировались регулярно. И это радует, это повышает уровень спасателей. Самая главная задача была, чтобы сработали наблюдатели сверху и снизу, чтобы спасательный отряд навели четко над терпящей бедствия связкой. И при спуске вовремя связка остановилась, выше пострадавших вовремя докинуло веревку, потому что до стены в том месте висишь на веревке, не достаешь метров 10. Ну, в общем, я считаю, что с данной задачей мы справились на 5 баллов на сегодня. Все отработали. Все молодцы. В этот раз опытный альпинист-спасатель Виталий Кудрявцев сыграл роль пострадавшего. Но до этого ему пришлось совершить восхождение под карниз по маршруту пятой категории сложностей. Он считает опыт тренировки важным. И наша задача – отработать до автоматизма все необходимые приемы, которые нам нужны при проведении спасательных работ. Вторая задача – это ознакомиться досконально с каждым маршрутом отдельно, для того, чтобы в будущем, когда придется реально здесь работать, нам не нужно было что-то придумывать, не нужно делать экспромт, мы бы уже все знали. Значит, почему этот маршрут? Во-первых, потому что на этом маршруте у нас уже было очень много спасательных работ. Причем были такие работы, где совершались ошибки, за которые потом расплачивался тот, кто пострадал. В данном случае мы делали работу над ошибками, и та нависающая стена, по которой проходит маршрут, нам сейчас не помешала добраться до пострадавших условий. Во-вторых, в этом районе за последние несколько сезонов у нас было очень много спасательных работ. Значит, вершина замок, которая находится к западу в нескольких стах метрах, она подарила нам двое спасательных работ недавно, и там были серьезные работы, только благодаря тому, что у нас там слаженность и схоженность, человек остался жив, человек пролетел на 50 метров, и в 150 метрах от вершины мы его, в общем, спасали. Ну, в общем, задача такова, чтобы любой массив Севастопольского административного района был знаком отряду, чтобы все знали, что нужно делать, и в любой ситуации могли прийти на помощь быстро. Понять, где, что, как расположено, чтобы уже знать заранее, принимать меры. Ну, и, как бы, сами нюансы, вот, особенно на стене, там, карниз, вот это все дело, как бы, очень помогает. Задача была сегодняшняя связка потерпела бедствие, ее поднять или спустить, посмотреть, что быстрее, поднять на вершину пострадавших или спустить вниз. Вот, выяснилось, что безопаснее поднимать их наверх, потому что всегда можно сверху подъехать машиной и их эвакуировать вниз. Большой подход, далеко нести еще по камням, если это во время, в темное время суток будет. Это очень будет проблематично для всего спасотряда, который будет нести это все. То есть отработка наверх и отработка вниз, это показало, что вот здесь, именно на этом маршруте, самое лучшее это поднимать наверх, потому что больше времени будем терять, когда будем спускаться по лесистой горке и спускать пострадавшего. Наверх немного быстрее, получится эффективней, и пострадавший будет сразу же в машине и доставлен в скорую помощь. По сегодняшнему дню, ну, нужно навеску на носилках по-другому делать. Два вертлюха не работали. У нас веревки закрутились, когда мы были на отвесе, у нас начало крутить. То есть вертлюх не работал. Нужно это продумывать. Если повышать уровень профессиональной спасатели могут самостоятельно, то транспортную проблему спасотряда своими силами они решить не могут. Пока выручает личный транспорт, но так продолжаться до бесконечности не может. Рафик производства 80-х годов. Я помню, когда я начинал свою карьеру спасателя, этот Рафик уже был не новый. Он ездит по асфальту еле-еле, но скоро он умрет. Поэтому проблема с транспортом очень актуальна. Пока у нас есть общественники с личным автотранспортом, мы, конечно же, будем ездить на этих личных машинах. Но если серьезно так посмотреть на ситуацию, то наш муниципальный отряд, конечно же, нуждается в автомобиле, который будет внедорожником, который может вести не только себя, но и команду, и снаряжение, что-то типа УАЗа. Наш служебный автомобиль маркеров еще 88-го года выпуска прошлого столетия, еще советский вариант, чем мы пользуемся при проведении наших спасательных работ. Конечно, свои функциональные, целевые функции он выполнить не может, потому что машина в лучшем случае для городского цикла. Для работы в горах необходим, конечно, автомобиль, во-первых, повышенной проходимости, во-вторых, вместительности, которая позволяет вести и сам спасотряд, все его снаряжение, и вывести из трудно-доступного района, потерпевшего на носилках. Потому что мы понимаем, что в случае травмирования в горах травмы бывают очень серьезные, поэтому пострадавший будет находиться в положении только на горизонтальном носилке. Ну а пока то, что есть, кем мы пользуемся. К сожалению, ничего нового у нас пока нет. Ждем. Когда будет. Севастопольские спасатели каждую субботу проводят учения на реальном рельефе. И этот процесс дает свои положительные результаты. Уже проявляется сработанность команды как единого целого организма. И это для спасотряда очень важно. Севастопольские и крымские любители спортивного ориентирования бегом провели очередные соревнования на склонах Сапун-горы. Спринт собрал более 100 участников со всего полуострова. Смогли поучаствовать в соревнованиях и ветераны, кому за 70, и школьники, начиная от 7-8 лет. Еще полвека тому назад в Сапун-горы начиналось спортивное ориентирование в Севастополе. Тогда соревнования проходили по черно-белым фотографиям, топографический карт. Михаил Бородаев нарисовал новую карту южного склона Сапун-горы совсем недавно. По ней еще никто не бегал. И вот пришло время опробовать карту. Председатель Севастопольской федерации Алексей Сидоренко вместе с Виктором Шестаковым несколько дней изучали обстановку на местности и поставили спринтерскую дистанцию для второго этапа чемпионата и первенства Севастополя. Часть трассы пролегла по чистому сосновому лесу, высаженному еще в 60-х годах прошлого века. Это уже парк, по которому пробежать одно удовольствие. Часть дистанции поставлена в лиственном лесу на склоне горы. Здесь есть и скальные выходы, и воронки, и промоины скучать не приходится. На старт в воскресный день вышло около ста человек. Приехали спортсмены из различных клубов Крыма. Отрадно, что школьники Севастополя активно включились в соревновательный процесс. Хотя для некоторых из них это был первый старт, и не все контрольные пункты были найдены, но удовольствие получили все бегуны. Впечатлений, море вообще, просто эмоций. Мы видели зайца, мы видели змею. Ну, в общем, было все очень круто, мне понравилось. Хорошая командная работа, очень веселые и красивые виды. Участвую уже второй раз, вчера и сегодня. Сегодня было лучше, потому что погода была благоприятнее и посуше. По итогам двух дней соревнований, судьи просумировали время средней дистанции и спринтерской. И определили победителей во всех категориях. Лучшими среди севастопольцев были Андрей Пьянов, Дмитрий Балабанов, Виктор Раков. Чемпионкой Севастополя 2014 года стала играющая тренер в центрах туризма и экскурсий Татьяна Кондратьева. А Виталий Иванов, Сергей Седов и Александр Конов возглавили итоговый протокол группы МЖ-60. Для большинства севастопольских ориентировщиков соревновательный сезон 2014 года завершается. Конечно, еще предстоят встречи на тренировках. На конец ноября запланирован мемориал Зайченко на карте Микензиевых гор. Возможно, кто-то возьмется организовать предновогодние соревнования. Но уже намечен плотный график Федерации спортивного ориентирования на начало 2015 года. Подготовка к новым стартам начинается уже сегодня. А с 5 по 12 ноября 17 севастопольцев впервые принимают участие в чемпионате и первенстве России. Соревнования проходят в городе Железноводске. Для наших спортсменов, долгие годы остававшихся невыездными, это первый столь значительный старт. Севастопольские моржи готовятся к открытию очередного сезона. На мысе Хрустальном, на пляже в ноябре месяце будет большой сбор. Приедут гости со всего Крыма. После продолжительных летних каникул активисты севастопольских клубов-любителей зимнего плавания «Буревестник» и «Морши СССР» готовятся открыть зимний сезон 2014-2015 годов. Календарь его насыщен заплывами как в Севастополе, так и на выезде. Первая официальная встреча состоится на пляже Хрустальном 23 ноября. Крымские коллеги на неделю затягивают каникулы и соберутся в САГах 29 ноября. САГский клуб зимнего плавания «Пингвин» уже разослал всем желающим приглашение. Получили его и севастопольцы. Традиционный новогодний заплыв пройдет Балаклаве на западном берегу бухты. 30 декабря с пляжа Мраморный стартует группа дедов, морозов и снегурочек в купальниках и ярких шапочках. Будут плавучая елка на плотике и символическое шампанское, а потом горячий ароматный чай из термосов. Взятление необыкновенное. Призываю всех севастопольцев приступить к зимнему плаванию. Настроение супер. Погода летняя. Вода практически 22 градуса. Впечатление отличное. Вода замечательная. Это лучше, чем летом купаться. Просто бодрость, здоровье, аж пышет. Вода такая классная сегодня. Море спокойное. В прошлом году штормило, а в этом году очень классно было купаться. Евпаторийский клуб «Морж» ждет гостей 7 января на рождественский заплыв. Крещенские купания состоятся 19 февраля на берегу Древнего Херсонеса. Ко дню защитника Отечества приурочен третий международный слет моржей в Севастополе. Ожидается до 200 гостей. В следующий год день победы 70-летия. И в рамках этого мероприятия мы будем организовывать очень обширный, мощный заплыв от города-героя Новороссийска до города-героя Севастополя. Это эстафетный заплыв с флагом победы. Его пронесем на этом участке. Впервые севастопольские пловцы намерены принять участие в чемпионате мира по зимнему плаванию, который пройдет в Мурманске с 20 по 25 марта 2015 года. Организует его Международная ассоциация зимнего плавания под руководством президента Рэма Баркая из ЮАР. Международный женский день 8 марта моржей отметят заплывом в Севастополе, а в апреле предстоит форсировать Керченский пролив. Сейчас активно обсуждается проект эстафетного заплыва из Новороссийска в Севастополь, посвященный 70-летию победы. А в эти ноябрьские дни севастопольских любителей зимнего плавания можно встретить на всех пляжах города. К остывающей морской воде лучше привыкать постепенно. Походы выходного дня – одно из направлений, которое практикуется в спелеошколе Севастопольской ассоциации спелеологов. Ассоциация спелеологов Севастополя не прекращает тренировки в течение всего года. Нельзя останавливаться на достигнутом, почивать на лаврах. Чуть ли не каждый день прогресс преподносит новые снаряжения, новые техники работы в пещерах, новые тактики. Все нужно опробовать на тренировке, прежде чем применять в экспедиции. Теоретические занятия в классах проходят вечером, по будним дням. А похожие выходные дни посвящаются практическим отработкам на реальном скальном рельефе при посещении пещер. Специально для участников спелеошколы был предназначен этот выход, чтобы потренироваться, освоить или вспомнить приобретенные на тренировках навыки. Тем более, что пещера как бы позволяет, пещера находится в отвесе, то есть в обрыве на склоне горы. Все открыто, все видно. Как раз-таки на этом участке участники спелеошколы могли отработать свои навыки. То есть такие навыки, как навеска СРТ, трассы, закачка под карниз, спуск по веревке и так далее. Конечно, для самых новичков была организована верхняя страховка в плане безопасности. В окрестностях Севастополя есть большое количество интересных подземных полостей. Нашими спелеологами уже открыты и изучены десятки пещер в Байдарской долине на склонах массива Айпетри. Пещера Таврская в Бахчисарайском районе, но и она доступна для участников похода выходного дня. Пещера интересна и как природный объект, и как исторический. Пещера находится во второй гряде Крымских гор на горе Арман-Каяйм между селом Малосадовая и Белокаменка. Пещера примечательна тем, что, как было сказано, находится на отвесе горы. Чтобы в нее попасть, необходимо преодолеть 15 метров спуска, закачнуться под карниз, и там уже находится вход в пещеру. Пещера длиной около 500 метров. Пещера сухая, состоит из двух параллельных галерей, соединенных между собой перемычкой. В пещере присутствуют все пещерные атрибуты, сталаптиты, сталагмиты, летучие мыши на стенах. В общем, классическая, интересная, несложная пещера. У Ассоциации спелеологов Севастополя большие исследовательские планы. Продолжается очереда экспедиций на Эпетри и на Караби-Яйлу. Настойчивая работа дает свои результаты. Они, безусловно, представляют интерес для ученых. Но инструкторы Ассоциации уделяют время и подготовке новичков по программе школы спелеологии. Севастопольские тэквондисты впервые получили путевки на чемпионат России и отправились в Казань за медалями. С 14 по 21 ноября в Казани в спорткомплексе Акбарс пройдет чемпионат России по тэквондо версии ВТФ среди мужчин и женщин. Участие в нем примут около 200 спортсменов из 18 регионов страны. Впервые путевку на эти престижные соревнования получили и севастопольцы. К поездке в Казань готовятся пять представителей Севастопольского отделения Союза тэквондо России. Среди них и две женщины – Виктория Вишнякова и Мария Ермакова. Сейчас я готовлюсь к этому чемпионату России. Каждый день тренируюсь, стараюсь и хочу приехать домой с медалью. Также чемпионат России, нам Россия оплачивает его. Если раньше мы ездили за свой счет, то сейчас мы едем, так сказать, почти бесплатно. Общероссийская общественная организация «Союз тэквондо России» была создана в 1992 году и является коллективным членом Олимпийского комитета России. Одновременно Союз входит в Международную федерацию тэквондо и в Европейский союз тэквондо. На основании договора с Олимпийским комитетом России Союз осуществляет подготовку сборных команд России для участия в чемпионатах мира и в Олимпийских играх. Большую часть финансирования этой подготовки берет на себя Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Отдельные мероприятия подготовки финансирует Олимпийский комитет России. Поездка севастопольцев на чемпионат страны позволит наладить тесные контакты с многими школами тэквондо России, организовать учебу тренерского состава и подготовку спортивных судей. Нашей делегацией в Казани будут и два тренера. Севастопольская команда будет представлена пятью бойцами. Трое мужчин и две женщины. И, так сказать, это будет первый наш опыт участия в чемпионате России. Команда города Севастополя уже участвовала в некоторых соревнованиях всероссийских. Это и первенство Южного федерального округа, и были соревнования по сурт, тэквондо. Это вот среди слабослышащих спортсменов. Достаточно неплохо пока начали. У нас есть медали, но вот сейчас как бы наиболее ответственные соревнования предстоят. Посмотрим, на что мы способны. Мы едем себя показать, мы едем посмотреть на другие команды. Севастопольские спортсмены сейчас в хорошей форме и рассчитывают на то, что дебют в чемпионате России для них будет удачным. На этом очередной выпуск программы «Крымский маршрут» завершен. Всего вам доброго. С вами был Владимир Иларионов. Редактор субтитров А.Семкин